Завтра в Кирове начнутся субботники. Кировчане смогут навести чистоту не только в собственных дворах, но и на улицах, в парках и скверах. А сегодня Ольга Ракова встретилась с теми, кто не ждет повода, чтобы взяться за грабли и метлы. Уборкой занимаются по долгу службы или по зову сердца. Причем круглый год. Месяц назад звукорежиссер с 20-летним стажем Антон Кушелев попробовал себя в новой профессии. Устроился дворником в Спаский собор. Работой доволен. Вот отец-настоятель служит, а я дворничаю. Мы делаем общее дело. У меня остается еще свободное время и на музыку. И, собственно, приятно видеть город чистым. Прибираться полезно для здоровья, верит Антон. Так делает зарядку по утрам на свежем воздухе. Зарплату получает и бесплатные обеды в церковной трапезной. Близко подъехал. Деньги не пахнут. 15 лет Сергей Туев вывозит мусор из дворов. Получает больше 35 тысяч. Зарплата плюс любовь к чистоте. Вот стимулы, ради которых и в дождь, и в снег готов трудиться. Впрочем... В машине все-таки есть кондиционер. Летом не так жарко. Летом очень жарко, очень плохо работать. Зимой тоже тепло. Когда намерзешься, получается, что зайдешь, машину сразу согреваешься. Помогает машина и в уборке мусора. По сравнению с ЗИЛ, на которых мусорщики работали раньше, эта техника за раз вывозит отходов в 4 раза больше. Внутри пресс. Он формирует содержимое контейнеров в брикеты. Каждый день только в всех контейнерах, которые обслуживает спецавтохозяйство, накапливается больше трех тысяч кубов мусора. А в дни субботников в два раза больше. Чтобы вывести все это на полигон, из городского бюджета тратят свыше миллиона рублей. А ведь часть этих денег можно было пустить на другие цели, если бы кировчане мусорили меньше. Войну мусору во дворе они объявили 5 лет назад. С тех пор субботники стали традицией. Сегодня к 21-му дому по улице Советской приходят гулять люди со всего Новоавиатского района. Потому что уютно здесь и чисто, говорит житель пятиэтажки Галина Гусева. Ну а как иначе? Ну мы же здесь живем. Бутала. Анеш Мбумба проделал путь в пол земного шара, чтобы сделать вятку чище. Волонтер из Африки прибыл в Киров к друзьям. Но вместо прогулок по музеям и улицам взялся наводить порядок. Потому что о очистке природы я заботюсь и у себя дома в Африке. Вот и здесь мне важно, чтобы было чисто. Сейчас взяли пробы из этого стока у вятки. Отнесем в лабораторию для исследований. Посмотрим, насколько вода чистая. Нет в Кирове идеальной чистоты, говорит Неш. И добавляет, в его силах изменить все к лучшему. Ведь за пару дней он уже успел влюбиться в эту частичку России. Ольга Ракова, Александр Брызгалов и Алексей Вожигов. Бюро новостей Давича.